Вторая, пятая серия Москва-Краснодар. Так, пятая серия Москва-Краснодар. Приближаемся, обходим Багучары с левой стороны, чуть позже прочитаю про это. Сейчас пока есть немножко времени, я отвечу по комментарии. Александр Седьмой написал, участок Лосево-Павловск, главная пробка на М4, сезон отпусков. Нас, когда мы ехали из Крыма домой, Яндекс потащил от Верхнего Мамона до Павловска через Журавку. Оказалось, что на трассе в тот момент была практически глухая пробка из-за ДТП. Но если кто смотрел видео, когда я ездил в Крым, это Крымский мост, тогда на трассе М4 я простоял порядка шести часов. Это вообще кошмар, вот на такой трассе федерального значения, да еще с платными участками, такие заторы, это просто, но недопустимо. Предприимчивые ребята использовали этот момент, предлагали за деньги показать дорогу в объезд этого затора. Так, итак, Багучара с левой стороны. Википедия об этом говорит. Это город с 1779 года. Население 11 270 человек, по состоянию на 2018 год. Это самый южный город области, расположен на реке Богучарки, в шести километрах от ее впадения в Дон. Городское поселение Богучарку и состав Богучарского муниципального района Воронежской области. Город Богучар имеет выгодное экономико-географическое положение. Расположен в 700 километрах от Москвы на федеральной автонагистрали М4 Дон. История. Место, занимаемое городом со значительной частью земель вдоль по течению реки Богучарка, был ранее известен под названием Богучарская юрта. И долина реки оставалась практически ненаселенной вплоть до 1716 года, когда по рекам Толучееве и Богучару были поселены около 200 черкасов Острогорского полка. И год спустя, в 1717, к ним присоединены были еще несколько сот казаков того же полка, переведенных из Ливина, Землянска, Чернавска и так далее. В 1765 году при введении нового гражданского устройства в управление слободских жителей, слобота Богучарская вошла в состав Острогорской провинции. В 1779 году Богучар вместе с одноименным уездом снова отошел в слободско-украинской губернии. И только в 1802 году был окончательно подчислен в Воронежской губернии Российской империи. В 1897 году в городе жило 6636 человек, в том числе малороссы 4285, великороссы 2180, цыгане 95. Вплоть до начала XX века одним из основных занятий жителей Богучар являлась закупка рогатого скота в области войска Донского и перепродажа его в крупных столичных городах. С 4 января 1890 года и по 17 января 1894 года городским головой по выбору Думы был Соломин Михаил Павлович. Во время Великой Отечественной войны Богучар был оккупирован с 10 июля по 19 декабря 1942 года. В июне 1963 года указан Президиума Верховного Совета РСФСР город Богучар, ранее находившийся в подчинении Россошанского городского совета депутатов трудящихся, был передан в состав Богучарского сельского района. Экономика. Предприятие пищевой промышленности, производство стройматериалов. ООО «Богучарский завод растительных масел» основан в 1999 году. Предприятие занимается переработкой подсолнечника. Средства массовой информации, радиостанции, 5 частот радиостанций, телевидение, 5 каналов. Вот такая вот информация о городе Богучар. Так, проехали Богучары. С левой стороны Кулянка. Населенный пункт Кулянки. Сказана Купянка, вернее, Купянка. У этого термина существует и другое значение. Купянка, Кулянка. Это село в Богучарском районе Воронежской области. Входит в состав сельского поселения. Основан в 1846 году. Проектное название «Рогазиевка». Это то, что про Кулянку. Далее, с левой стороны по ходу движения «Полтавка». О «Полтавке» в Википедии сказано. Это село в Богучарском районе Воронежской области. Расположен на правом берегу реки Левая Богучарка. В 5 километрах от центра сельсовета села Яченково. Население в 2010 году 523 человека. Четыре улицы и история основана крестьянскими переселенцами из Полтавской губернии. Далее, по ходу «Дядин». Населенный пункт «Дядин». Это хутор в Богучарском районе Воронежской области. Входит в состав Рачинского сельсовета. Расположен в 4 километрах к северо-востоку от центра сельсовета Рачинское на реке Левая Богучарка. Улицы Гагарина, Луговая, Первомайская, Пионерская, Октябрьская, Рабочая, Советская. Население в 2010 году было 333 человека. Основан в середине 18 века. Наумом Дядиным. Вот такая информация. С правой стороны Рачинское. Рачинское. Село в Богучарском районе Воронежской области. География. Расположен на правом берегу реки Левая Богучарка в 18 километрах от Богучара. Ну, я вот смотрю, тут достаточно много улиц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать улиц и порядка десяти переулков. Население в 2010 году составило 1185 человек. История возникла в середине 18 века. Как хотор Красноженова. Сюда переселялись украинцы из Полтавской, Черниговской и Харьковской губернии. После строительства церкви в 1800 году получают статус села. Советская власть установлена в феврале 18 года. Создана коммуна «Прогресс». А в 1929 году колхоз «Путь к социализму». В 1935 году переименована в Радчинское в честь комиссара 40-й Богучарской стрелковой дивизии Радченко. С 1935 по 1956 год центр района Воронежская, затем Каменской областей. С левой стороны примерно в трех километрах Кремница. Про Кремницу в Википедии сказано. Кремница. Правильное ударение. Кремница. Село в Острогорском районе Воронежской области. Население 445 человек. История. Кремница основана в 18 веке переселенцами из Острогорска. Своё название селение получило от слова «Кремница». В Баку выкопанная яма для добывания питьевой воды с водоносных слоёв земли и специально защищённой от обвалов с рубами или теперь бетонными пульсами. Кремницы расположены в большинстве своём равненной местности Украины из-за отсутствия естественных поверхностных источников воды. В России это колодец. Слово «Кремница» употребляется у украиноязычным населением Галичины и Подолья. Слово «Кремница» на Украине тоже употребляет. Это слово заимствовано от русского языка русифицированным населением Востока Украины. В середине XVIII века в Кремнице было 17 дворов, а спустя 100 лет в 1861 году жителей насчитывалось около тысячи. В 1866 году после строительства Троицкой церкви Кремница стала слободой и вошла в состав Лушниковской области. В 1879 году в Севере была открыта первая школа. После революции Кремница становится центром Кремнического сельсовета. В 30-х годах создаются колхозы, происходит коллективизация. Во время войны сотни кренчан сражались с немецкими войсками. Высшей наградой звания Героя Советского Союза был удостоен выражения с Кремниц Павел Васильевич Плетенский. Известные люди, но вот я уже прочитал. В селе родился Павел Васильевич Плетенский, Герой Советского Союза. Слева по ходу движения впереди населенный пункт Тихая Журавка. Тихая Журавка – это село в Чертковском районе Ростовской области. Входит в состав Нагивинского сельского поселения. География. Через село протекает река Тихая. Улицы – Братская, Калиновая, Песчаная, Речная, Степная, Широкая. Религия – церковь, иконы Божьей Матери всех скорбящих. Радость. Не очень много информации. Все, что удалось прочитать в Википедии. Справа по ходу Нагибин. Нагибин – это хутор в Чертковском районе Ростовской области. Практически ничего нет. Сказано, что улица Беговая, Лесная, Молодежная, Садовая, Центральная, Школьная. Больше никакой информации нет. Ни истории. Впереди камера. Ограничение 90. Так, 3.17.45. Темнеет постепенно. Смеркается. Ну, в этой серии будет один битый файл. Где он находится, вы сможете посмотреть на карте маршрута. Ну, поскольку это было в темное время, то сбой будет незаметный. Ну, и потом, я думаю, темное время ускорить в три раза. Так, справа по ходу Сохрановка. Это передаточная станция Ростовского региона Северокавказской железной дороги. Станция расположена на линии, идущей в обход Украины. Строительство началось весной 2015 года. 20 сентября 2017 года состоялся запуск грузовых поездов. Северокавказской железной дороги. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди развязка, ну как впереди километров наверное. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости, ограничение 90 км, развязка на населенный пункт Чертково. Чертково это железнодорожная станция Ростовского региона Северокавказской железной дороги. Находится в поселке Чертково, Чертковского района Полин. С декабря 2017 года является тупиковой станцией. История. Станция была заложена 14 августа 1869 года при прокладке южного крыла юго-восточной железной дороги на границе области войска Донского и Харьковской губернии, названа в честь войскового атамана Михаила Ивановича Черткова. Походотайство которого было начало строительство железной дороги. С 10 декабря 2017 года все пассажирские поезда, ранее курсировавшие через Чертково, начали следовать по новой линии. Журавка, Чертково, однако фактический проезд дальнего следования поезда 310 Воркута-Адлер, 98 Тенда-Кисловодск, 58 Иркутск-Кисловодск и т.д. Они отправлялись с начальных станций до окончания действия графика 2016-2017 годов. Что прочитал, сам не понял. Так, по ходу движения... Ты знаешь, там вяло так как-то оттащить. А тут нехило прям этот кусок асфальта. Право в голову покидал. Лежете там человек. Алексей Волозовско, сельское поселение. С левой стороны. Административный центр поселения, село Алексей Волозовское. В состав Алексей Волозовского сельского поселения входит Алексей Волозовское село, Арбузово, Хутор и т.д. Девять хуторов. Далее Грекова Степановка. Красноярская область. Основан в 1786 году. Прежнее название поселок... Поселок... Поселок Милеров... ...Полуходинский. Ха-ха, он тоже читает, да? Грекова Степановка. Ха-ха, он тоже читает, да? Грекова Степановка. Все хорошо. Входит в состав Алексей Волозовского сельского поселения. Улицы. Веселая дружба. Мира. Молодежная. Олимпийская. Подгорная. Центральная. И переулок Тихий. Впереди камера, ограничение 90. Кто? А, нет, ну, да, Юлька работает до 6 с лишним. Впереди камера. Ограничение 90. Это я разговаривал с ним по телефону. Миллерово это уже ростовская область. Забрать Ловкома. Ну да, я как раз вспоминал это там. Не там, где с этим айтишником или как. Как там звали этого? Не помнишь, кто избивал? Ну да. Как-то затихла эта тема. Там наказали, не наказали. Его поймали, не поймали. Ну, до Ростова сколько километров? 30. Из самого Ростова 280. 280 до Ростова. Но мы до Ростова не доедем сегодня. Мы пусть Донецкий остановимся. Вот пусть Донецкий остановится. Завтра с утра пораньше встанем. Это продолжим. Он был отнесен в состав Донецкого. До страницы Каменское. Как и Шахтинское. Шахтинское. В конце 19 века через Галерово прошла Ростово-Моронежско-Козловская железная дорога. Худр становится важным за железнодорожным узлом. На стыке с Екатеринской железной дорогой. Здесь хранилась и перерабатывает значительная часть сельскохозяйственных продуктов. Ускобавших из районов Верхнего Дона. Украина для отбавки в центральные генерии России. Появились ссыпки зерна, элеватор. Были построены в Мелевице. Большой маслопойный завод. Чепонолитейный завод. В 1903 году была построена первая в Миллерово церковь Николая Чудотворца. На данный момент не сохранилась. В годы гражданской войны в районе Миллерова проходили ожесточенные бои. Весной 1919 года Миллерова стала одним из центров антибольшевистского постания казачества. Советская власть установлена весной 1920 года. В 1920-е годы Миллерова благоустраивается. Закладываются первые каменные мостовые на главной Ленинской улице и на базарной площади. Возводится окружной долг казака и крестьянина. В марте 1926 года в мире Миллерова получает статус города. С 1933 года в 1934 годы Миллерова являлся административным центром в Северной области Северо-Кавказского края. 16 июля 1942 года город оккупирован горландскими войсками. 17 января 1943 года, грубо говоря, спустя пять месяцев, в Северной области Северо-Кавказского края. И в августе, где я говорю, я говорю, декабрь. 17 января 1943 года освобожден войсками Юго-Западного фронта в ходе наступления на в Ворошиллубоградском направлении. В войскам участка в освобождении Миллерова, Морозовска и других городов приказанного плана командующего. 25 января 1943 года объявлена благодарность. Просто спасибо вам, Северо-Кавказ. Спасибо, что освободили. Так, ну вот вы... Самый северный город Ростовской области. Расположен в пределах Доно-Донецкой равнины. Верховья и реки Глубокая, являющиеся левым притоком северского конца. Средняя высота на уровне моря 131 метр. Большая часть города расположена на левом берегу реки Глубокой. Длина реки расчленена балками и оврагами. Долина реки расчленена балками и оврагами. По автомобильной дороге расстояние до города Ростова-на-Доно составляет 210 км. до ближайшего камня Шахтинского 81 метра. Ну вот Амелирова он уже рассказал. Я рассказывать не буду. Облегчил мне работу. Упадает, падает, 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 падает. Короче, в одинском году был прирост 36500. А потом пошел на сход, на данный момент 35500. На новое, отведенное под станицу место, где ныне стоит Каменс Шахтинский. На территории окончательного обоснования Каменская была указана генералом под кавалерией с генеральным планом архитектора Д. Так, понятно. Значит, это про Миллерово. Значит, с левой стороны по ходу движения Впереди мобильный пост ДПС-контроль скорости. Ограничение диапазона. Слобода в Миллеровском районе Ростовской области. С новым трактом. В 8 января 1812 года в Каменской состоялось торжественное открытие в Миллеровском училище. С 1819 года начало действовать четырехклассное училище, которое поступали в выпускники Миллеровского училища. Станица Каменская являлась центром Донецкого округа, местом пребывания и окружного начальства. В округ пошел весь северо-восток земли поиска Донского, куда входили семь, а позже, в 1917 году, 15 станиц. В начале 20-го столетия Каменская была уже самой большой из донских станиц. Благодаря проявлению, что из дороги росло ее торговое значение. Сбил мне весь ритм. Значит, Дегтева с левой стороны по ходу, в Слобода Миллеровском районе Ростовской области, насчитывает 12 улиц. История. Слобода Дегтева у реки Лозовой была... В 1920-1924 годах станица входила в состав Донецкой губернии Украинской СССР, с подчинением непосредственно городу Канску. В ноябре 1924 года был создан Северо-Кавканский край, в состав которого вошел в Шахтинский округ, с Каменским районом и его центром, в станице Каменске. Да, Шахтинск еще далеко. В 1927 году, в городе станица получила статус города под названием Каменск. С августа 1929 года, город Каменск официально именуется Каменском и Шахтинском. В Каменском и Шахтинске в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 годах. В годы Великой Отечественной войны Каменск был оккупирован немецкими поисками с 18 июля 1942 года по 13 февраля 1943 года, но также приблизительно в 6-70. Несколько юных жителей Каменского участвовали в Голодой гвардии города Краснодона, Шура Гондарева, Степа Сафонов, Василий Куков. В боях за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков участвовали пионеры города. 20 января 1943 года в городе прорвались передовые части Красной Армии. Школьники с радостью встретили освободителей и рассказали Красноармейцам о нестах позиционирования вражеских солдат, танков и артодий. Однако численность группировки советских войск была очень мала. В наступлении пехоты поддерживали лишь несколько легких танков и наступающие не смогли войти в город, а с ней освободить его. После того, как атака была отбита, фашисты провели карательную акцию, хватая подряд всех мальчиков подходящего возраста, которые после допроса с применением биток были расстреляны в подвале здания, где сейчас находится гимназия 12. В ночь на 13 февраля 1116 стрелковый пол от командования майора Курского завязал бои в городе, а 1120 стрелковый пол командир майор из Чиши обладил косоногов и город от гитлеровских германских войск в ходе маршиноградской операции освобождали войска 5-й танковой армии. Вменьше в своем составе 333-ю стрелковую дивизию полковник Андреев из Западного фронта. 2 ноября 1967 года на центральной улице города проспекте Карла Марса в Пионерском сквере был возникнут памятник Стелла Героям Пионера, на котором высечены имена всех погибших детей. Минимум 3 человека из этого расписка на самом деле были живы. В 1970-е годы в 1996-е годы В этом году памятник, который к тому времени обвиншал, был реконструирован. В честь в 1973-м году бывшая линейная улица была переименована улица Героев Пионеров в 20-летие освобождения города. После освобождения Каменска советскими войсками на площади Нагда похоронили погибших при освобождении города. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Также мемориальный комплекс создан перед главным входом на Каменский химкомбинат ныне ФКП комбинат Каменский не включилась. На левую диму но я давно смотрел на нее уже пишут как бы она второй раз по кругу пошла записей хватает там часов на 14 что-ли либо мы едем но мы остановимся посмотрим уже все на позе где установлены монументы работников комбината погибших под войны так шелезнодорожная шелезнодорожная катастрофа в Каменсике в Шахтинском шелезнодорожная станция Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости ограничение 90 шелезнодорожная шелезнодорожная катастрофа СССР сцепка из трех электровозов оторвавшиеся на стрелочных переводах отрушенного зерном товарного поезда на скорости 140 км в час врезалась в стоящие на станции пассажирский поезд последние два вагона были раздавлены при крушении погибло 106 человек в том числе дети которые ехали с отдыха в 1987 году 31 год назад услышали 106 человек Среди погибших актриса Татьяна Ливанова с дочери еще один человек погиб при ликвидации последствий смертельно травмирован домом в городе имеют мемориальные доски посвященные его истории и соотечественникам и демистры не звали так прочитал но теперь я продолжил уже Слобода 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 Дегтего у реки Лозовой да ну тебя у реки у реки у реки у реки предприятия ООО Дегтевское это растениеводство животноводство количество крестьянско-фермерских хозяйств 14 количество операторов мобильных связей 3 достопримечательности в дегтевском сельском сельском поселении в 2016 году в памяти о пограничниках разных поколений накануне дня пограничника установлен пограничный столб и обелиск в сооружении установлены по инициативе ветеранов пограничного села Дегтево археологические памятни фурганная группа Дегтево один из двух фурганов расположенных в 3,5 км от Дегтево не задолбал ты своим кашлям жене а вон злосчастные праздные суммы то есть у дилера наверное если постараться то можно его прогнуть на какую-то существенную скидку но может и не получится прогнуть а вот узнать мы это наверное никак не узнаем что сначала просто как это происходит склад не продаст склад отгрузит на какого-то дилера которого мы выберем по указанной стоимости а вот дилер дилера дальше возможно прогнуть или нет на какие-нибудь подарки там не знаю коврики высковики сигнал что угодно так с правой стороны по ходу движения тарасовский тарасовский поселок в ростовской области россии в 2018 в 2018 и старшины занимать свое пользование войсковой свободной земли так в апреле 1792 года войсковая канцелярия войска донского рассмотрела просьбу старшины ивана ивана тарасова о позволении ему занять место построения хутора и поселения подданных его малороссиян и с ними хлебопашеством и сенокосом иметь довольствие на вершине речки Россош при части Тимошиной балки в Донецком округе в 8 верстах от хутора Кумшатского Кумшатского здесь же был упомянут существующий уже хутор Дмитрия Тарасова при части речки Россош о господи при архивных по архивным сведениям 1822 32 годы при реке глубокой существовал поселок Тарасовский который насчитывал 47 деревянных домов и поселок Нижний Тарасов с с 52 деревянными домами грунт у поселка основал черноземный и лишь в некоторых местах по правом берегам речки глубокой Россоши солнцеватый и каменистый поселок Нижний Тарасов принадлежал Исаулу Дмитрию Петровичу и Женееву Цесарине Тарасову ладно В поселке находились два помещичных фруктовых сада и три рощи После отмены крепостного права в 1863 году крестьянам поселка Верхне Тарасовское была дана уставная грамота согласно которой с 1 января 1963 года крестьяне переходили с барщины на оброк в 1869 году была построена церковь святителя Тихона в 1884 году в доме священника Мясищева открылась одноклассная земская школа в 1892 году при церкви открылась одноклассная женская школа станция Тарасовка в начале 20 века была крупным торговым центром с грузооборотом свыше 1 миллиона пудов зерна отсюда зерно шло во все концы России и через южные порты вывозилась за границу в сентябре 1906 года немецкие поселенцы Генрих Янсен и Яков Тиссен получили разрешение на устройство в Слободе верхней Тарасовской паровой вальцевой мукомольной мельницы 1 декабря 2013 года в Слободе был открыт телеграф благодаря ходатайству промышленников и торговцев так как Слобода имела большое народонаселение хлебопашцев а также множество торгово-промышленных предприятий население на десятый год составляет девять тысяч семнадцать человек справа по ходу справа по ходу справа по ходу в 1752 году в 1752 году в 1752 году у старшины Андрея Дьячкина на реке глубокий был хутор в нем проживало шестьдесят две души уже в ноябре следующего года в Слободе родилось пятеро умерло трое вновь вновь прибыло девятнадцать девятнадцать так улицы в Слободе береговая вишневая заречная мера молодежная маховая набережная подгорная приозерная садовая советско-стадионная школьная переулок переулок Терновый переулок дружбы основан основатель хутора Дьячкин Андрей Степанович умер не позже 1781 года старшина участвовал во многих войнах которые вела Россия во второй половине восемнадцатого года в 1749 году являлся походным атаманом в низовом корпусе в числе других донских старшин участвовал в основании свободных войсковых земель по реке Глубокой на которой одним из первых основал свой хутор получивший наименование Дьячкин Дьячкин Глубокинский а временами просто Глубокинский жена Евдокия Датьевна Федорова после смерти мужа ей пришла большая часть Дьячкинского имения по переси 1782 года в Дьячкина за ней состояло 202 души малороссиян обоего пола а за сыном Григорием 50 средний сын Иван меньшой при колодезях при колодезях 205 а самый старший из братьев Иван большой при Терновском 263 души обоего пола их сосед Дмитрий Тарасов в Слободе Тарасовке имел 117 душ ныне в архивах сохранились списки предков дьячкинцев начиная с 1763 года Дьячкин состояли в родстве с самыми известными донскими дворянами дворянскими родами так генерал-майор Дьячкин Иван большой родился в 1752 году был женат на своей соседке Федуси Миллер из поселка Миллерово генерал-майор Григорий Дьячкин родился в 1755 году на Екатерине Карповой а Анна Дьячкина являлась женой самого войскового атамана интересно да читали такую хрень ладно заселение хутора началось в конце 30-х годов в 18 веке в 1737 году на месте будущего хутора был поселен вольный Черкаш Черкаш Шенин из Стародубского поселка до сих пор сохранились многочисленные документы свидетельствующие о состоянии Слободы в 18 веке содержание уставной грамоты выданной войско Донским Донецкого округа Слободы Глубокинской Глубокинской Гинерал лейтенант Аким Карпов в Слободе значатся по 10-й ревизии мужского пола дош крестьян 277 из них отпущен после ревизии на волю 1 не подлежат наделению землей как отказавшиеся от оного на основании 8-й статьи местного положения для губерний Великоросских, Новоросских и Белорусских Пять душ. Проживают и пожелали получать надел войска Донского и Мюрского округа в поселках Марфином-Яланчицким. Тут написано на языке, который мне трудно понять. Тут нужно обчитываться в каждой строчке. На фоне массовых кампаний по основанию колхоза в 1920-х годах возникли добровольные любопытные казусы. В одном из них рассказывается в письме о колхозе имени Руфа Королева, который находился в трех верстах от деревни Дячкино-Глубаковского района Шахтинского округа. Руф, говорилось в письме, организовал ТОЗЗО, это товарищество обработки земли, что ли, путем привлечения кочевого крестьянства из центральной губернии. Занимал, заманивая их на станциях железной дорогой. Подростовщические займы купил инвертарь и трактор. С запугиванием добился лично диктатуры не только над членами ТОЗ, но и над окрестными гражданами. Предавался пьянству и безудержной брани. Члены коллектива были фактически его крепостными, а Руф – барином. В настоящее время экспертами в целях повышения социально-экономического благосостояния села предлагается введение в Дячкино казачьего самоуправления. Вот такая вот славная страница. В 1918 году в районе Слободы Дячкино находился отряд легендарного Чернецова и наступал на ней с ее территории на занятую Красными глубокую. Там же располагался упомянутый Туроверовым Дячкинский казачий развезд. Во время наступления Красных со стороны Дячкина вели сопротивление добровольческой части Маймаевского и отборные белоказачьи отряды генерала Иванова. Тоже войсковой атаман Краснов. Ну вот, тоже войсковой атаман Краснов. Я, например, не понимаю. Выступал на большом войсковом округе в Новочеркасске. Ставил задачу занять территорию села Дячкино после ухода из нее немцев. Историю тех лет, а также особую ментальность Дячкинского описал в своей книге выдающийся донской писатель Михаил Антонович Алпатов в книге «Горели костры». Прямо по ходу движения Сибилев хутор входит в состав Иховкинского сельского поселения. Поселение восемь улиц. Известные уроженцы. Алпатов Михаил Антонович. Советский историк и писатель. Доктор исторических наук. Так, справа по ходу движения «Глубокий». «Глубокий». Прежнее название «Глубокая». «Каменский район». Основан в 1871 году при строительстве железной дороги «Воронеж-Проста». Ростов-на-Дону. Население 8488 человек. По состоянию на 2017 год. Площадь 440 гектаров. Разделен на западную и восточную часть железной дороги. Рядом протекает река «Глубокая». Через поселок проходит федеральная трасса М4Дон. В полутора километрах от поселка проходит живописная цепь холмов. Рядом расположено несколько хуторов, которые являются своеобразными преградами Березовый, Астахов, Уральский, Верхний и Нижний, Пиховкин, Каменогорье, Крутые горы. История. Имя реки «Глубокая», на которой стоит поселок, дал Петр I. По легенде, он во время следования царского войска от Азов в реку упала пушка, попытки достать которую не увенчались успехом. На почтовой станции около будущего поселка в XIX веке останавливались Пушкин, Лермонтов, следовавшие на Кавказ. В 1854 году молодой офицер и начинающий писатель Лев Николаевич Толстой попал в районе Глубокий в сильный бурран. Следствием этого стал им написанный рассказ «Метель». Женя задолбал кашлем. Уже в начале XX века глубокая стала крупнейшей станцией Юго-Восточной железной дороги. Здесь находилось локомотивное депо на четыре паровоза. Водокачка. Водокачка. Курсировал пригородный поезд до станции Каменская. При станции находились склады, рынок, мельницы, хлебные ссылки. Это он в салоне, там высчитывает стоимость билета. Во время Великой Отечественной войны поселок был оккупирован немецкими войсками. Освобожден советской армией в результате операции «Малый Сатурн». В январе 1943 года, 14 января, в поселок вошли танкисты танковой группы майора Тигунова. Командиром мотострелковой бригады являлся Яков Николаевич Колобков, который погиб при наступлении на Каменск-Шахтинске и был похоронен в Глубоком. Летом 1955 года при пилотировании в зоне района поселка Глубокая герой Советского Союза подполковник Алексей Кривонос с инструктором и заместителем авиаэкскадрии попали в части, нарушили задания и, проходя на обреющем полете вдоль улицы, зацепились за крышу одного дома левой плоскостью и снесли еще несколько домов. В результате погибли сами пилоты и несколько жителей поселка. В конце 20 века локомотивное депо было закрыто ввиду нерентабельности. В поселке имелся кирпичный завод, который производил красные кирпичи. Завод прекратил свою работу и постепенно был разрушен. Население поселка постепенно уменьшается. На протяжении двух десятилетий смертность превышает рождаемость. В глубоком имеется 3 пятиэтажных жилых дома и один недостроенный, так называемый, микрорайон. Один четырехэтажный многоквартирный дом и множество двухэтажных домов. Раньше река Глубокая была в плохом экологическом состоянии. Водоем мелел и забивал чистые родники. В октябре 2009 года построена новая плотина. Вода начала понемногу пребывать. Однако в начале 2011 года на реке произошла очередная экологическая катастрофа, вызвавшая мор рыбы, лягушек и бобров. Предприятие Глубокинский крепичный завод, маслоперерабатывающий завод, пищевой комбинат, сельхозкомплекс, русская свинина. В поселке Глубокий имеются Глубокинская казачья школа номер 1, Лубокинская средняя школа номер 2, детский сад номер 1, Тополек, Центр развития ребенка, Светлячок, детский сад Колобок, детская спортивная школа Олимп Каменского района, Дом детского творчества Каменского района. В поселке расположены памятник Ленину, памятник погибшим железнодорожникам на Привозальной площади, мемориальный комплекс погибших в Великой Отечественной войне. Кроме обелиска, вечного огня и братских могил включает в себя винт от самолета Героя Советского Союза Иванова, один из немногих сохранившихся легких танков Т-60. Могила Героя Советского Союза Иванова на кладбище на Московской улице, церковь Пантелеймона, известные уроженцы, пармен, православный епископ какой-то. Григорий Севастьянов, советский, российский историк, член Академии науки Иван Удодов, штангист. Лесников Андрей Егорович, машинист, проведший первый советский поезд в Берлин в 1941 году. Имя Лесникова увековечено в экспозиции Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. 27 июля 2011 года в локомотивном депо железнодорожной станции «Лихая» прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению электровозу ЭП-1М имени почетного железнодорожника Андрея Лесникова. Памятная табличка с именем Андрея Лесникова находится также на электровозе часа ЧС-4Т номер 535 Чернецов Василий Михайлович. Русский военачальник, участник белого движения на юге России. Это известные уроженцы вот этого поселка Глубокий Каменского района. Так, по ходу Каменск-Шахтинский. Там будет короткая остановка на трассе Байкер-Клуб, по-моему. Ну, я немножко тоже прочитаю про Каменск-Шахтинский. То, что рассказал Валентин уже, наверное, слышали. Значит, история. Станица Каменская в 1671-1927 годах. Город известен с 1671 года как казачье поселение, первоначально возникшее у реки Малой Каменки, по которой и получило свое название. Поэтому переселившиеся в устье реки Глубокой, затем долгое время располагавшиеся на левом берегу Северного Донца, на месте современной старой станицы, так называемой Четвертое Переселение. В весенней половоде поселение затопляет река. Поэтому в 1805 году станичники обратились в войсковое управление с ходатайством о переселении на правый берег, на правый высокий берег Донца. Однако скоро разгорелась война с Наполеоновской Францией. На войну увел донские полки, войсковой атаман Матвей Иванович Платов. Ушли и многие каменцы в тех полках. Было не до переселения. Только с 1817 года, получив добро от властей, каменские казаки начали постепенно перебираться перебираться на правый берег Донца и застраиваться между существующими еще с конца XVIII века хоторами Рыгином и Косоноговым. Большинство жителей удалось переселиться на новое место, отведенное под станицу место, где ныне стоит Каменск-Шахтинский. Территория окончательно в обосновании Каменской была указана генералом от кавалерии, атаманом Донским, казачьевой Скоплатовым, который и в дальнейшем содействовал развитию станицы. Каменск отстраивался от прямоугольной планировки в соответствии с генеральным планом архитектора Деволана, который является в частности первым архитектором столицы области войска Домского Новочеркасска. Главная улица молодой станицы названа Донецким проспектом, протянулась до старинного шляха, ставшего впоследствии почтовым трактом. 18 января 1812 года в Каменской состоялось торжественное открытие приходского училища. С 1819 года началось начало действия четырехклассное училище, в котором поступали выпускники приходского училища. Станица Каменская является центром Донецкого округа, местом пребывания окружного начальства. В округ вошел весь север-восток земли войска Донского, куда входили 7, а позже 15 станиц. В начале 20-го столетия Каменская была уже самой большой из донских станиц. Благодаря появлению железной дороги росло ее торговое значение. С 1894 года в трехэтажном здании на Донецком проспекте работала военная ремесленная школа. Заведение имело портное, портного-шапочное, сидельное и ковочно-кузнечное отделение и готовило мастеров для казачьих целей. Учащиеся приезжали в Каменскую на учебу из разных станиц и власти округа. Осенью 1903 года открылось реальное училище. В 1919 году была построена женская казенная гимназия. Имелась также частная женская гимназия. Второй этаж дома купца Шевка Пясова занимала мужская казенная гимназия. В январе 1918 года в станице состоялся съезд представителей фронтовых казачьих полков, на которых был избран Донской казак военно-революционного комитета во главе с Подтелковым и Кривошлыховым, которые прогласили советскую власть на Дону. Многие казаки станицы Каменской были втянуты в водоворот гражданской войны на стороне как Красной, так и Белой армии. До 1920 года станица Каменская входила во всевеликое войско Донского. В 1920-1924 годах станица входила в состав Донецкой губернии Украинской ССР с подчинением непосредственно городу Луганску. В ноябре 1924 года был создан Северо-Кавказский край, в состав которого вошел Шахтинский округ с Каменским районом и его центром в станице Каменской. 28 марта 1927 года станица получает статус города под названием Каменск. С 29 августа 1929 года город Каменск официально именуется Каменск Шахтинским. На территории города, экономика, на территории города ряд огольных шаг. Добыча каменного угля. Развита химическая промышленность. ФКП-комбинат Каменский с производством полимера. ПАО Каменск Волокно с заводом вискозного волокна. Имеется машиностроительное предприятие. ПАО Машиностроительный завод. АО Комзэкспорт. Торговая марка Тюгарбу. А также ООО Каменский нефтеперерабатывающий завод. ООО Каменский завод газоиспользующего оборудования. Каменский стеклотарный завод. Кирпичный и деревообрабатывающие заводы. Каменская ТЭЦ. ООО Григория Джинс. В городе размещено крупное торговое предприятие Диорит. Развивающее федеральную торговую сеть. Продажа бытовой техники Пульсар. За 1990 годы в городе перестали существовать такие предприятия. Как винобудочный завод, пивзавод, мясокомбинат, городской молочный завод, маслозавод, городской пищекомбинат. Из пищевых предприятий остались кондитерская фабрика, хлебокомбинат и некоторые другие вновь появившиеся предприятия. Финансы, страхование, развитие бизнеса. Ну куда же без страховых компаний? Вот кто наживается. Деньги собирают, а хрен потом из них вытащишь. Если не дай бог, что произошло. На территории городского округа, город Каменск-Шахтинский, расположены две железнодорожные станции северо-кавказской железной дороги. Автомобильный транспорт. Через территорию городского округа проходят автомобильные дороги федерального значения М4 Дон, Москва-Новороссийск. И Е-40 М21 Волгоград-Кишинев, а также автодороги регионального и местного значения. Имеется железнодорожный мост, городской общественный транспорт. Я вот смотрю, очень много тут маршрутов. 18 маршрутов обслуживается одним предприятием, 7 маршрутов другим и так далее. Связь фиксированная, Ростелеком, мобильная, Белая, Мегафон, МТС, Теледва. Интернет тоже есть. В горе, где находится радиостанция, находится мачта радиотелевизионной передающей станции РТПС, Федерального государственного унитарного предприятия. Культурные и социальные сферы. Я, наверное, все читать не буду. Ну, вот образование высшее, профессиональное, среднепрофессиональное, 5 колледжей, среднее, общеобразовательное, но тут надо считать, дошкольное, дополнительное образование и так далее, и так далее. Так, ну... Более подробно я все-таки бы рекомендовал зайти на сайт, в Википедии и прочитать про город более подробно и более внимательно. Так, Каменск, Шахтинский остался позади. Далее... С М4 Дон... С трассы М4 Дон на развязке уходим на А-260. В сторону Белой Калитвы. Белая Калитва. Это город. У меня доходило до того, просто... Бывает, попадают в такие контрагенты не совсем адекватные, не совсем понимающие, не работающие сквозь рукава. В такие моменты я вот прямо это, знаешь, вот четко пишу, там, допустим, строчка такая-то, да, там, не смею, указано это, необходимо указать это. Ну и самый крайний случай, это когда совсем уже никак не доходит. Просто кто-то снимаешь копия на копии, выделяешь там маркером или ручкой-карандашом и пишешь вот здесь вот изменить и отправляешь сквозь. Так, Белая Калитва. Это город с 1958 года в России административный центр. Население 40 тысяч 831 человек по состоянию на 2017 год. Статус города. 29 августа 1958 года рабочий поселок Белая Калитва был преобразован в город районного подчинения. С 1 февраля 1963 года по март 2005 года город областного подчинения Ростовской области. Ну, временами буду прерывать свое чтение, свои комментарии, чтобы сделать запись разговора в салоне автомобиля. С марта 2005 года по настоящее время Белая Калитва имеет статус городского поселения в составе Белокалитвинского района. Город Ростова, это география. Город расположен в центральной части Ростовской области, на восточной оконечности Донецкого кряжа, на берегах самого крупного притока реки Дон, северного Донца. Сам город стоит в устье падающих в Донец рек Калитва и Лихая. Правый скалистый берег северного Донца в окрестностях города имеет наивысшую отметку 148,8 метра над уровнем моря. История. Город расположен в месте падения реки Калитва в северный Донец, в 168 километрах от Ростова-на-Дону. Местность в районе... Местность в районе пересечения четырех полноводных рек. Местность в районе пересечения четырех полноводных рек. была заседена с глубокой древности. Раскопки, случайные находки говорят о том, что люди здесь жили четыре тысячи лет назад. Обнаружены предметы, относящиеся к струбной культуре бронзового века. Тридцать лет назад в одном из городских дворов были найдены останки погребения и предметы катакомбной культуры бронзового века. Две тысячи лет до нашей эры. По мнению ряда... Среди пост ДПС. Ограничение 90. По мнению ряда исследователей, битва русских с половцами 1185 года, воспетая в слове полку Игоря, произошла в Междуречье и Калитвы и Быстрой. И Быстрой. Так. И Быстрой. Историк Афанасьев полагает, что путь войска Игорева лежал через нынешний Донбасс и завершался на левобережье Северного Донца, близко Литвы. Быстрая, тогда полноводная Каяла. Быстрая, тогда полноводная Каяла. Другой исследователь Стрелецкий считает, что Калитва, Каяла это Калитва. Первое казачье поселение на месте нынешнего города появилось в 1703 году по указу Петра I. Войсковая грамота о дозволении казакам Сосою Ермолаеву, Михале Никитину и Емельянову Дорогальному сотоварищей по их челобитью заселить новую станицу на реке Белая Калитве. Эта дата официально считается городом рождения станицы Усть-Белая Калитвинская. В настоящее время это город Белая Калитва. Сама станица делилась на четыре части. Майдан, Низовка, Бугор и Заяровка. После образования Ростовской области 13 сентября 1937 года в ее состав вошел Белая Калитвинская район с центром станицы Усть-Белая Калитвинская. Вся дореволюционная и нынешняя история Белой Калитвы связана с казачеством. В мае 1918 года в Усть-Белая Калитвинской несколько дней находился штаб 5-й и 3-й Украинских Красных Армий под командованием Климента Ворошилова. В годы Гражданской войны во время Бешенского восстания 10 по старому стилю 23 февраля 1919 года станица Усть-Белая Калитвинская, ныне город Белая Калитва, принял решение вооружиться всем и дать отпор советским войскам. В 1941 году станица Усть-Белая Калитвинская указом Президиума Верховного Совета была преобразована в рабочий поселок Белая Калитва. В Великую Отечественную войну рабочий поселок Белая Калитва находился под оккупацией немецко-фашистских войск. В период с 20 июля 1942 года по 19 января 1943 года ее освобождение проходило в зоне Сталинградской битвы. Можно еще взять, знаешь, более мелкие городачи и прочитать. Правда, Коксовы и Кронинские прочитать. В январе 1943 года освобождает Белую Калитву конакбардейцы сабельного эскадрона под командованием. На клочи Атаева из башкирской кавалерийской дивизии ценой жизни отстояли отбитую у врага вражью на его высоту, ныне именуемой высотой бессмертия. На высоте установлен мемориал в честь погибших и зажжен вечный огонь. Атаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем назван один из поселков Белокалитвинского района. После войны быстро шло восстановление угольной промышленности. Возобновилось строительство крупного металлургического завода. Это авария на станции Белокалитва. 9 мая 2013 года в час 40 минут при приеме на первый и главный путь станции Белокалитва Ростовского региона грузового поезда номер 2035 с локомотивом под управлением локомотивной бригады при писке этого же депо допущен сход с рельсов локомотива и 51 вагона с последующим возгоранием семи и детонацией одной цистерны с газом. Секция Б тепловоза 1594 на боку в сходе всеми колесными парами. В общем была авария сильная. Из района ЧП было немедленно эвакуировано около 303 тысяч человек. Небольшая статистика 1745 год было приходских дворов 92, из них жителей мужского пола 235, женского 212. не проступнула. Утро. В две автобусные остановки, один магазин и одну аспальтовую дорогу. Всё. Это готово. Всё хорошо. Да, это он комментирует. В состав Белокалитвинского городского поселения входит в следующие населенные пункты. Город Белая Калитва, являющийся административным центром. Хотор Бородинов, Хотор Диадин, Хотор Поцелуев. Экономика. Градообразующим предприятием является Белокалитвинское металлургическое производственное объединение. В 2008 году ЗАО «Алко-Металлург РУС», заложенное в 1941 году. В 1969 году на заводе впервые была освоена отливка слитков в электромагнитный кристаллизатор. Изобретение запатентовано в 17 странах мира. В городе находится железнодорожная станция «Белая Калитва». На территории города расположен Белокалитвийский остановочный пункт «Пао-Тон-Автовокзал», через который осуществляются междугородные автобусные перевозки. Внутри городской транспорт представлен автобусами малой вместимости «Пазы» и «Газели». Также осуществляется пригородная сеть автобусных маршрутов во все направления Белокалитвинского района. Образование. На территории города Белая Калитва расположены следующие образовательные учреждения. Среднее профтехообразование. Гуманитарный индустриальный техникум и многопрофильный техникум. СПТУ-103. Среднее образование. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь общеобразовательных школ. Начальное образование и дошкольные, но тут их достаточно много, считать просто. Культура. На территории города Белая Калитва расположены следующие учреждения культуры. Белокалитвинский район, дворец культуры имени Чкалова, Белокалитвинское городское отделение, Белокалитвинская клубная система, Белокалитвинского района, межпоселенческая центральная районная библиотека, Историко-краевический музей, школа искусств. Известные люди. Соколов Владимир Алексеевич, актер Ярославского театра драмы, Народный артист РСФСР. Быков Борис Иванович, уроженец культуры Верхний Попол, Белокалитвинского района, участник Великой Отечественной войны, Командир отделения минометной роты, Герой Советского Союза. Копаев Григорий Иванович, гвардии майор, герой Советского Союза. Петров Роман Ильич, гвардии младший лейтенант, Удостоен звания Героя Советского Союза. Фесин Иван Иванович, герой Советского Союза. Генерал-майор, герой социалистического труда. Носов Иван Елизарович, уроженец станицы Татцинской Ростовской области, герой соцтруда. Так, достопримечательности Белой Калитвы. На горе Караул в 1970 году установлено единственный в России памятник «Слово о полку Игоревы». Открыт в 1998 году Белокалитвинский историко-краеведческий музей. Авелова пещера. Достопримечательность на горах Белой Калитвы. В городе есть несколько культурных памятников регионального значения. Жилой дом купца, лавка купца, здание казачьей гимназии, храм и так далее. Аллея Героев Советского Союза. Здание атаманского правления. Памятник Ленину на театральной площади. Памятник Вечная Слава Героям. Религия. В городе Белая Калитва действует православный храм постройки XIX века. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Введенская церковь. Храм Державной Иконы Божьей Матери. Время в 2017 году вступает в силу федерального закона 29 июня 17 года, номер 242. ФССР, который устанавливает возможность оказания медицинской помощи. А значит и проведение медицинских осмотров с применением технологии телемедицины. В связи с этим в Госдуме рассматривается предложение об использовании с начала 2018 года ТИП медицины при проведении предрейсов медицинского осмотра водителя. Итоговое заключение о состоянии здоровья водителя и годности его к исполнению обязанностей планируют выдавать в электронной форме. Ивизировать его будет врач своей цифровой подписью. Порядок проведения институционных медосмотров разрабатывает администрация. По ходу движения город Богураев, населенный пункт Богураев, в Википедии об этом говорит, что это Хотор в Белокалитвинском районе Ростовской области. Хотор расположен в 12 километрах по дорогам западного города Белая Калитва. Через Хотор протекает река Лихая, приток реки Северный Донецк. Северный Донецк. Ну, много улиц. Десятка, три, наверное. Та, три, четыре, пять, семь, два. Около трех десятков. Так, экономика. Основным предприятием является Богураев Неруд. В карьерах города добывают песчаник. Производится бутовый камень, щебень, строительные смеси. Общим объемом полтора миллиона тонн. На территории Хотора построена церковь Петра и Павла. Население в 2010 году 2522 человека. Да, ребят, конечно, сумма линк портите. Ну, вот фонари освещения, они... Как раз вот позиционируют это место Богураев. Поворот будет там почти под 90 градусов. Как он сказал, поворот под 90 градусов. Это въезд в Богураев поселок. КОНЕЦ 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 Так, впереди. С левой стороны. Капичев. Сейчас найдем, что такое Капичев. Так, Капичев, Ростовская область. Википедия говорит. Это хутор входит в состав Погораевского сельского поселения. Расположен в 15 километрах по дорогам южнее города Белая Калитва. Десятка два улиц и переулков. В хуторе родился Толстынев Владимир Егорович, герой социалистического труда. Население в 2010 году 624 человека. Десятка два улиц. Десятка два улиц. Так, по ходу движения Рочище Черная Балка. Особо охраняемая природная территория. Площадь памятника природы 212,67 гектара. Описание. Ботанический парк природы местного значения имеет режим заказника и создан 22 сентября 1977 года. Основными населенными пунктами является хутор Богатов, город Белая Калитва, поселок Какичев. Экосистема лесостепь. На территории Черной Балки произрастает около 20 видов деревьев и свыше 100 видов травянистых растений. Основа пойменного леса составляют берестовики и дубравы. Их отличительной чертой по сравнению с другими лесами региона является массовое распространение здесь клена татарского и включенного берестовики клена полевого. В состав набора лесных трав уйменной части Черной Балки присутствует коротконожная лесная. Богат и животновод, животный мир, рочище. Из охотничьих животных здесь обитают кабан, косули, заяц, русак, лисица, фазан, перепел, куропатка, серая, вяхер. Временами заходят лось, европейский олень и другие. Успешно разблажается ряд видов, занечтенных в Федеральную Красную Книгу. Орлан-белохвост, дыбка степная. В ручище присутствует богатое видовое разнообразие, которое состоит из лесных пойменных степных комплексов животных. Памятник природы имеет почвозащитное, водоохранное и противоэрозийное значение. Ну вот такая вот история о Черной Батке. Так, по ходу движения Чапаев, населенный пункт в Википедии, о нем сказано. Это хутор, ходит в состав Багураевского сельского поселения. География. Хутор расположен в 25 километрах по дорогам в южнее горы Белая Калитва. Десяток улиц. История. С 1937 года постановлением президиума в цех хутор Каменева переименован в Чапаев. Территория Ростовской области была заселена в эту эпоху неолита. Люди, живущие на древних стоянках и поселениях у рек, занимались в основном собирательством и рыболовством. Степь для скотоводства всех регионов была бескрайним пастбищем для домашнего рогатого скота. В этих времен осталось множество курганов с захоронениями жителей этих мест. Курганы и курганные группы находятся на государственной охране. Вблизи, поблизости от территории хутора Чапаев расположено несколько достопримечательностей, памятников археологии. Они охраняются в соответствии с законом. Далее, населенный пункт Ясногорка. Это поселок в Белоколитвенском районе Ростовской области. Входит Сенегорское сельское поселение. Около 10 улиц и больше населения в 2010 году составило 669 человек. Прежнее название Ясногорки поселок Шахты 16-17 Октябрьский. По ходу движения Тереховский. Хотор Тереховский. В Википедии. Хотор в Усть в Донецком районе Ростовской области. Порядка десятка улиц и переулков. Больше ничего не сказано. Далее. Хотор Ивсиевский. В Усть в Донецком районе Ростовской области. Входит в состав Верхнеком Дрючинского сельского поселения. Порядка десяти улиц тоже. И больше никакой информации. А, население в 2010 году 597 человек. Вот такая вот информация. Я закончил болтать и эти тоже замолчали. Так. Про Тереховский, Евсеевский. Сказал. Значит. Впереди. Мостовой. Это. Мостовой. Википедия говорит. Это Хотор в Усть в Донецком районе Ростовской области. Население составляло на 2010 год 461 человек. Тоже порядка десяти улиц. Небольшой Хотор. Дата образования не указана. И Хотор Кривая Лука. Входит в состав Верхнеком Дрючинского сельского поселения. Хотор Кривая Лука. Расположен вдоль берега реки Кундрючье. Это название произошло из-за своеобразной крутизны реки, которая начинает свои изгибы в 234 метрах от моста Хоторе Мостовой. В Хоторе имеются три улицы. История. В Кривой Луке при въезде на Первомайскую улицу возведен курган, посвященный русско-японской войне 1904-1905 годов. Население в 2010 году составляло 303 человека. Пока вот такая информация. Дорогу сами наблюдаете практически без обочины. Разделительная полоса присутствует. Освещение никакого, как у Негра. И полотно дороги средненькое. Троечка, четверочка. Очень узкая проезжая часть. Далее началось. Включили музыку. Далее по ходу. Верхняя Кольдрючинская. Верхняя Кольдрючинская. Верхняя Кольдрючинская. Сказано. Ничего не сказано. Так. Пытаемся найти погоду. Погода. Там погода не нужна. Станция Верхняя Кольдрючинская. В Википедии. О ней написано следующее. Верхняя Кольдрючинская. Это станица возле Донецком районе Ростовской области. Является административным центром Верхнекондрючинского сельского поселения. Население 1112 человек в 2010 году. Имеется два десятка улиц. Вот и все, что сказано о Верхнекондрючинске. Ну, слева по ходу река Кольдрючка. Небольшие островки лесопосадок. Ну и больше. Больше ничего сказать не могу. Ну, мост через дорогу и через речку Кондрючья. Кондрючья. Ну и все вроде бы. Впереди ось Донецкий. Ось Донецкий. Ну, я пропустил несколько хуторов. Во-первых, темно. Во-вторых, увеличил скорость в три раза. Потому что в темноте ничего не видно. И, значит, финишная на этот день точка. Кость Донецкий. Рабочий. Рабочий поселок в Ростовской области. Балтологию не будем слушать в салоне. Вся Москва попала. Разную фигню там. Так. Усть Донецкий. Рабочий поселок с 1961 года. Первое название упоминается в 1837 году. Прежнее название. Христ-ци. 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 Христовский. 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 В общем, производное. Население. Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать шесть человек. По переписи семнадцатого года. История. Рабочий поселок ведет свою историю от хутора. Христ-ци. Он же Христовский. Крестовский. Кочетковской станицы при Сухом Донце. Который существовал в 1837 году. Кстати, должен сказать, что в данный момент слева по ходу река под названием Северский Донец. Слева по ходу Северский Донец. Так, продолжаю, значит. Северский Донец. В 1958 году населенному пункту на территории Ость-Донецкого речного порта было присвоено наименование поселок Ость-Донецкий. Решением Ростовского облсполкома от 13 января 1961 года поселок Ость-Донецкий отнесен к категории рабочих поселков. В период с февраля 1963 года по ноябрь 1965 года рабочий поселок Ость-Донецкий находился в административном подчинении города Волгодонска Ростовской области. С ноября 1965 года рабочий поселок Ость-Донецкий становится центром вновь образованного Ость-Донецкого района Ростовской области. Поселок Ость-Донецкий расположен на правом берегу реки Северный Донец в четырех километрах от места его впадения в реку Дон. Население я уже сказал. Социальная сфера. Образование. Средние, общие. Две школы. Две общеобразовательные школы. Дошкольные четыре. Детский сад. Золотой ключик. Детский сад. Родничок. Солнышко и жар птица. Дополнительное образование. Дом. Детского творчества. Детская юношеская спортивная школа Ость-Донецкого района. Культура. Районный дом культуры Ость-Донецкого района. Детская школа искусств Ость-Донецкого района. И Ость-Донецкая межпоселенческая центральная библиотека имени Анатолия Калинина. В поселке Ость-Донецкий расположено основное медицинское лечебное учреждение центральная районная больница, которая располагает стационаром на 110 коек и поликлиникой на 200 посещений в смену. Достопримечательности. Памятник Ленину на одноименной площади Ость-Донецкой. Памятник «Скорбящий воин» установлен 9 мая 1975 года в память погибшим в 1943 году, освобождая хутор Крестцы. Памятник представляет собой стоящий на постаменте воина с автоматом в левой руке и каской вправой. Авторы памятника архитектор Виталий Иванович Болдырев и скульптор Ростовской художественного фонда Евдокия Александровна Бражникова. Скульптуру отливали в Усть-Донецком бетонном заводе. Рядом с памятником установлена кирпичная стена, на которой написаны имена погибших в годы Великой Отечественной войны земляков и вечный огонь. Церковь Илья Пророка Экономика, промышленное предприятие ООО «Усть-Донецкий порт», ООО «Усть-Донецкий судостроительный судоремонтный завод и фабрика «Глория Джинс» в поселке Ость-Донецком. На ее месте раньше был универмаг РАЙПО «Транспорт». В поселке имеется железнодорожная станция Ость-Донецкая, конечный пункт на однопутной электрофицированной линии лесостепь Ость-Донецкая, входящий в состав ростовского региона Северно-Кавказской железной дороги ООО «РЖД». Есть один электропоезд ежедневно до Ростова-на-Дону. Другие важные объекты. Гражданский локатор освещения воздушной обстановки трассового радиолокационного комплекса «Утес-Т». Ни черта не понимаешь, что такое. Зафиксировавший катастрофу Боинга-777 в Донецкой области. Вот так вот. Ну вот, все, что, наверное, можно сказать о Пусть Донецком. Да, больше никакой информации такой я не нашел. На этом комментировать заканчиваю. Следующая серия начнется стартом в светлое время. До следующей серии.